здравствуйте приветствую вас на канале про цветок с вами ломонос петр сегодня мы поговорим о такой культуре которая есть на каждом участке если нет употребляется пишет у каждым это картофель мы узнаем о том как подготовить клубни картофеля к посадке и соответственно как потом получать ранний супер урожай картофеля ну значит во первых картофель это культура вегетативно размножаемая все вы знаете он размножается клубнями так вот клубни необходимо подготовить к посадке клубни начинают подготовить к посадке в зависимости от условий это может быть от двух недель до трех месяцев почему такая разбежка если у вас прохладное помещение пускай даже освещенное на низкая температура картофель приходит держать дольше для того чтобы в нем прошли все эти процессы и наклюнулись почки если же у вас помещение с высокой температурой но не выше плюс 30 градусов а часто и затемненное темное помещение значит картофель можно держать не более двух недель почему не более двух недель потому что ростки которые появляются в темноте они легко потом обламываются и весь эффект наш будет сведен к нулю поэтому поняли условия прорашивания влияют на длительность этого периода но оптимальным что считается оптимальным считается чтобы была температура 18-20 градусов и рассеянный свет таки условиях наш картофель будет прорашиваться очень хорошо что необходимо сделать для того чтобы подготовить к посадке ну значит они особенно ранние сорта потому что у нас часто прорашиваются ранние сорта хотя можно также прорашивать и поздние сорта любые могут подойти значит прорашивание вы можете также встретить такой же термин как провяливание и еще встретить термин как и ревизация это все один и тот же процесс ну достали клубни и мы начинаем подготовить сразу сортируем что мы делаем в сортировке во первых мы их разделяем на фракции разделяем на фракции мелкая средняя крупная ну значит величиной такая вот фракция вот как это как на яйцо это оптимальный оптимальный посадочный материал для на для посадки картофеля значит сразу же мы будем браковывать по картофелям все клубни которые имеют явные признаки заболевания то есть подгнившие где-то какими-то язвочками и все клубни которые расколотые имеют такое механические повреждения и тоже метод какой-то влаги неблагоприятных условий не раскололись точно также мы выбракуем клубни и также я обращу ваше внимание что ты клубни которые независимо от сортов даже которые предполагают форму вот такая вероятно вероятно видная форма клубня знать это тоже плохой показатель чтобы использовать для посадки такие клубни мы также будем отбраковывать отбраковали клубни рассортировали почему надо сортировать по размерам клубни потому что каждый клубень размер клубня влияет на скорость прорастания крупные клубни самые крупные они дадут наиболее дружные ранние всходы они всходят быстрее разница где-то размеры каждой фракции клубней составляет 3-4 дня поэтому если мы посадим клубни как бы все в куче значит что мы получаем мы получаем то что будут сходы изреженные здесь зашли там еще всходят как бы неодноруменность появления всходов следующее что может может быть что клубни ну каждой фракции соответствует ну глубина посадки их также будет отличаться что если крупный клубень можно просить на глубину 15 сантиметров то клубни которые более мелкие глубина посадки должна быть не более 8 сантиметров то есть два раза ниже иначе они очень долго будут сходить и соответственно не обеспечит нас хорошим урожаем ну а само прораживание клубни что мы будем делать значит оно нас что даст то что наши ростки на наших клубнях проклюнутся соответственно впоследствии они взойдут раньше гораздо чем обычные клубни достатые с подвала растения будут развиваться из таких пророщенных прозеленевших клубней более быстро и дадут урожай раньше как минимум на две недели а что это дает нам что урожай будет раньше на две недели это говорит о том что мы можем избежать от химических обработок наших растений от фитофторы и колорадского жука потому что когда появятся эти врезители наши картофель уже просто-напросто вырастет и уже них его не надо будет обрабатывать поэтому видите какое интересное значение имеет проращивание клубней что необходимо сделать дальше рассортировали клубни на клубнях могут быть ростки могут быть ростки значит эти ростки мы обламываем но если у нас попадутся растения с тонкими ростками вот например клубни вроде хорошие все вместе такой росточек тонкий такие клубни мы также будем браковать они нам уже не пойдут на посадку их мы оставим эти клубни уже пойдут на пищевые цели далее куда помешать клубни ну значит если посмотреть просторы интернета значит кто-то прорашивает мешка кто-то прорашивает в ваших сетках но я сказал что самый простой способ прорашивания это это ящик пластмассовый ящик любой неважно такой пластмассовый ящик такой что ящики эти пластмассы отдают во-первых они в отличие от деревянных ящиков не гниют соответственно не будут заражать наши наши клубни вот и во-вторых хорошая воздухопроницаемость и в добавок ящик можно ставить штабель ящик на ящик ставим штабель и мы соответственно за ним занимая малую площадь можем прорашивать очень много картофеля но есть такое приемы значит у нас не всегда посадочных материалов хватает если какой-то сорт только начинаем разводить у нас мало посадочных материалов так вот опять же вопрос можно ли использовать мелкие крупные клубни можно можно использовать и мелкие клубни но знаете что клубни которые будут массой до 50 грамм более мелкие они могут дать один росток поэтому эти клубни чтобы иметь хороший урожай будем в одно гнездо как бы высаживать 3-4 клубня и конечно глубина заделки будет меньше вот а если у нас клубни крупные вот например вот этот клубень вот если вы заметите на этом клубне все ростки находятся только верхней части нижней части они не проросли и вот даже и что необходимо сделать в таком случае ну во-первых я шмот перскочил не сказал что сразу все ростки которые есть на нашем картофель на клубнику мы обламываем почему обламываю потому что все входы у нас были равномерно вот если мы это не сделаем, значит одно растение взойдет, и оба это затянуться. Если у нас обломать ростки, вот эти, которые отросли, значит у нас все сходы будут равномерно. Все будут в одинаковых условиях, равномерно взойдут. Вот на таких клубнях где-то за месяц это можно сделать работу, при проращивании, до посадки, значит надо пробудить почки, чтобы пробудились почки. Пробудились почки, значит мы будем делать надрез. Делаем надрез, надрез можно делать или сверху, сверху вниз по кругу, можно делать поперечный надрез. Надрез, глубина надреза от пол сантиметра до одного сантиметра. Поэтому не бойтесь, смело ножом прорезайте, значит это как бы пробуждает почки в нижней части клубня. Потом впоследствии, значит мы уже сами будем решать перед посадкой. Если у нас позволяют площади, можно в раке клубни высаживать целиком. Высаживать целиком, но расстояние где-то 40-50 сантиметров клубина от клубни. Только в этом случае, значит мы получим хороший урожай. Вот если у нас материала будет не хватать, значит эти клубни можно будет разрезать на кусочки. Ну значит замечу сразу из опыта, значит что разрезать на кусочки лучше клубни, где-то за день до посадки. Солнце обычно в апреле яркое, разрезанные клубни подержимы на солнце, буквально за час-два они подсыхают. Если что их после этого пудрить золой, значит клубин идеально будет защищен от болезней, которые будут проникать на срезы. И вот еще интересный нюанс. Значит вот этот клубин где-то 200 грамм веса, значит что вопросы такие. Клубин 200 грамм, но клубни могут быть еще повыше, по 300 грамм. Значит такой клубин можно разрезать на четыре части. Сверху вниз и каждую часть, еще на половинку. Вот, если у вас клубин еще повыше, значит можно разрезать на шесть частей. Опять же клубин режем сверху вниз и делаем, что тут три половинки и с этой стороны три половинки. У вас получится шесть частей. Не волнуйтесь, что у вас получаются средние части как бы обрезанные. Я говорю, при подсушивании и обработке золой эти клубни прорастут, они не сгнили в почве. Ну и вдобавок знайте, что резать клубни надо, если при более поздних сроках посадки. Для ранних сроков посадки клубни не режут, потому что весна может быть холодная и дождливая. Резанные клубни при ранних сроках посадки могут сгнить в почве, несмотря на то, что мы их подсушили и обработали золой. А при поздних сроках посадки можно резать. Но, знаете, такой интересный нюанс, что не все клубни сорта, то есть, можно подвергать резке клубни. Есть сорта, которые очень боятся резке клубни. Ну, назову такой старый сорт, как бы, российский, это Невский сорт, голландский Дезира, ну и наш белорусский Скарб. Эти сорта, как бы, не любят резки. Если порежем клубни, посадим этими кусочками, значит, мы резко снижаем урожайность. Первый год порезанные клубни растение дает урожайность где-то, ну, буквально 100 килограмм сотки. Больше оно не даст. Поэтому, обращайте внимание, если будете покупать какие-то сорта картофеля, как они относятся к резке клубней. Если они реагируют на, чтобы клубни разрезали на части, очень отрицательно, значит, соответственно, вы предпринимаете меры, чтобы эти клубни не резать. Ну, испытывая другие приемы. Или поздние сроки посадки, или поздние сроки посадки, или заушенную посадку для того, чтобы иметь семенные клубни для посадки. Ну, и вот далее. Значит, проростили мы картофель, и мы хотим получить суперранний и очень хороший урожай картофеля. Делается все очень просто. Наши клубни картофеля мы высаживаем. На глинистых почвах это 8-10 сантиметров, на суперстайных – около 15 сантиметров. И саживаем наш пророщенный картофель. Ну, конечно, садим, стараемся для того, чтобы наши росточки находились кверху. Но для суперраннего урожая, сами поймите, что подходят только очень ранние и ранние сорта. Почему? Объясняю. Потому что ранние сорта, суперранние сорта, начинают давать урожай на 65-70 день после вскодов. Не после посадки, а после вскодов. Ранние сорта уже дают такой же урожай 70-90 дней. Средние сорта дают уже только 110 дней. Поэтому понятно, чем более поздний сорт, тем, даже если мы его прорастили, мы не можем получить ранний урожай. Что можно использовать из ранних сортов? Из ранних сортов можно использовать много, но я назову некоторые. Например, это та же Лилея, это Зорочка, это Уладар, это Палац, это Першачвет, это Редскарлет, Фабулас иностранный, Кронер. Вот все эти сорта можно садить на ранние посадки. Они обеспечат ранний урожай. И ранний урожай еще будет быстрее гораздо. И что при одном условии. Если в вашей посадке посадили картофель, вы сразу укрыли. Укрыть можно спонбондом плотным, чтобы они согревались быстрее. Можно укрыть пленкой, даже рваной плесной пленкой. Накройте ваши посадки, прижмите, чтоб ветер не унес пленку. И ваш картофель зайдет гораздо быстрее и, соответственно, он даст вам более ранний урожай. Поэтому эти приемы очень несложные. Стоит повозиться с подготовкой к клубне, потом с тем, как их посадить и иметь урожай. Ну, последний вопрос, который я отвечу. У нас погода очень капризная. Погода у нас с года неустойчивая. Когда высаживать картофель? Так вот, запоминайте, что самые ранние сроки посадки картофеля совпадают с свечением мать и мачехи. За свечением мать и мачехи, в садах может расцвести крокусы. Расцветают крокусы, все можно высаживать. Ранний картофель для получения раннего урожая – почву. Ну, после этого, конечно, его надо покрыть каким-то материалом, как я вам рассказал. Ну, а уже более поздние сроки посадки картофеля, определяется, когда почва уже хорошо прогреется. И те же резаные клубни мы будем садить когда? А когда позеленеют берозы. Позеленели берозы, посмотрели в парках, например, там где-то на обочинах позеленели берозы. Значит, пора садить уже картофель. Высаживайте сорта картофеля, которые вы резали, и это все даст нам хороший урожай. Поэтому, ориентируясь на эти растения, вы никогда не собьетесь в сроках посадки. Посадите свой картофель вовремя, получите высокий урожай. Удачи вам, вкусного картофеля на столе. До свидания.